Получивший 55 лет назад статус команды мастеров, Павлодарский Иртыш не будет выступать в казахстанской премьер-лиге. По крайней мере, до 2023 года. Более того, история одного из самых титулованных отечественных футбольных клубов может завершиться в этом году. На брифинге в пресс-центре Центрального стадиона Павлодара руководитель регионального управления по развитию туризма и спорта Марат Айдашев рассказал предысторию отказа Иртыша от участия в премьер-лиге. По его словам, из областного бюджета на команду выделялось 1,8 миллиарда тенге. Спонсорские средства планировались в размере 1,6 миллиарда, но получили только 200 миллионов. Они пошли на поглашение частично январской зарплаты. После аудиторской проверки выявили неуплату долгов за должность за несколько лет на общую сумму 1,8 миллиарда тенге. И уже сейчас, на сегодняшний день, учитывая то, что прошло много времени, сыграли два тура, у нас практически такая же сумма уже набегает на погашение задолженности и тех обязательств, которые нам предстоит выплачивать. То есть 3,6 миллиарда мы практически не видим. Именно из-за долгов текущих и предыдущих и в результате переговоров было принято решение снять клуб с участием в чемпионате Казахстана премьер-лиги на этот год, сказал Марат Айдашев. Кто-то мог надеяться, что можно договориться с поисковым заявлением болгарских специалистов и с легионерами, но и этого мало. Даже если вот наш, я еще раз говорю, Демитар просит на все долги, легионеры, по налогам у нас больше миллиарда провал. И средства все, которые поступают, должны на счет клуба, они будут поступать в счет налоговой задолженности. Поэтому найти сейчас миллиард свободный и закрыть эту дуру практически нереально. Счета клуба будут блокированы до полной налоговой очистки. Между тем стоит вопрос и о сохранении бренда Иртыша. Правда, вариантов мало. Шансы невелики. Поэтому, конечно же, мы будем принимать все действия, все усилия, будем выкладываться, чтобы сохранить его, попытаться тот же бренд, ту же команду. К слову, сохранение бренда тянет за собой и все обязательства клуба, в том числе и налоговые. Что касается спортивных перспектив, то если Иртыш избежит процедуры банкротства, то придется начинать со второй лиги. И в лучшем случае возвращение в премьер-лигу произойдет в 2023 году. Либо в Павлодаре появится новая команда, но это уже будет совсем другая история. Мурат Ибелмажет, Ирлана Машев и это Сахпарат.